Это история о настоящих современных казаках, о силе юных и мудрости взрослых, о свободе, единстве и непобедимости. Сильный и смелый, ловкий и быстрый, находчивый и отважный – все это о юном казаке, о чемпионе Украины по боевому гопаку в своей категории. Его зовут Иван Кашум. Уже четвертый год он изучает украинское боевое искусство, историю казачества, традиции и даже вместе со своим отцом обучает боевому гопаку других ребят. Мы решили тоже продолжать эти традиции, шукали тренера, чтобы тренер до нас ездил в Новые Петровцы, в Старые Петровцы. Мы решили тоже продолжать эти традиции. Искали тренера, чтобы тренер к нам ездил в Новые Петровцы, в Старые Петровцы, но не нашли, к сожалению, поскольку спрос превышает предложение и просто физически не хватает тренеров. Поэтому мы с сыном решили заниматься вдвоем. Создали группу свою казацкую, казацкой подготовки. Поскольку это возле Межигорья, назвали ее «Межигорский сокол». Потому что сокол – это казацкая птица. Такой символ казацкий. И мы вместе начали уже тренировать детей, набрали группу. И вот уже второй год успешно держимся и тренируемся. Участвуем и в фестивалях разных, и сами организовываем много интересного. Изначально мы не знали, как это все будет. Ну, думаем, поживем – увидим. Когда Иванка был маленький, был период, когда он не очень хотел заниматься. Говорил, я не хочу, мне трудно. Но потом втянулся, и у него появились друзья. И все они стали как будто одной семьей. За эти годы они очень сдружились и посетили много соревнований. На тренировке, само собой, и в кино, и в походы они ходят, и в разные города уже вместе ездили. То есть это очень отражается на нашей семейной жизни. Когда сын уже достиг того возраста, когда можно отдавать на секции какие-то, мы решили искать что-то наше, свое, родное. Знали, что есть другие боевые искусства, но потом случайно жена нашла секцию недалеко от нас, секцию боевого ГПК. И мы решили попробовать. И после первой тренировки сразу влюбились. Я помню, Иван пришел на первую тренировку, ему было 4 годика, в вышиванке. На первой тренировке был в таком восторге, все делал, был физически активен, и отцу понравилось. Иван был таким особенным, выделялся на фоне других, ведь он был младше, а у него все получалось. Экспериментальная школа боевого ГПК появилась в Украине в 1985 году. А уже через два года она приобрела официальный статус. Изучением боевого искусства казаков и разработкой программы занимался украинский исследователь Владимир Пилат. На сегодняшний день боевой ГПК имеет статус национального вида спорта. Тренировка по боевому ГПК проходит у молодых казаков насыщенно и, можно сказать, нестандартно. Ребята не только изучают основные элементы и удары, но и поют, знакомятся с казацкими традициями и культурой. Самый боевой ГПК, они закладают в такой компонент выховный. На тренуваниях они спевают украинских песен. Именно в боевом ГПК заложен такой компонент воспитательный. Что это имеется в виду? Они на тренировках поют украинские песни. Не народные, а такие боевые, казацкие. Они говорят об истории. Например, Иванка какой-то кусочек истории о Гетмане, о казаках рассказывал мне. И, конечно, мы во все это погрузились всей семьей. Начали и книги покупать на казацкую тематику, и игры. Дошло до того, что и я уже начал заниматься и подбил еще нескольких родителей, которые тоже начали. Начали ходить и вместе со своими детьми заниматься. Потому что это комплексное и физическое, и оздоровительное воспитание, и просто хорошее настроение, самочувствие, плюс свой родной спорт. Тренувание у нас начинается с обряда. Тренировка у нас начинается с обряда. В обряд входят девиз, молитва и песня. После этого мы бегаем, разминаемся. Есть упражнения на скорость, приседаем. И есть удары, техника. Есть сдача техники, есть чемпионат Украины, области. Чемпионат Украины по боевому гопаку стали проводить сравнительно недавно. В этом году в своей возрастной категории Иванка завоевал золото в забаве и вторые места в направлениях Однатан и Барня. Мы помогали ему настраиваться. Приезжали наши друзья-казаки, отводили его в сторону, о чем-то беседовали между собой. Я спрашиваю, что они тебе говорили? А он, я не скажу. Настраивали на поединок, и это было так символично. Я там пустил скупую слезу. Но интересно. И главное, что это дело живет, продолжается, что мы этим занимаемся, что оно подходит абсолютно всем. Помимо чемпионатов и соревнований, все гопаковцы несколько раз в год сдают экзамен на владение техникой на определенный уровень мастерства. Всего существует восемь уровней. Первые четыре – ученические. Потом идет промежуточный и три уровня высшего мастерства. Родители всегда стараются присутствовать на сдаче техники и берут с собой младшего казака – брата Иванка. Совсем недавно Иванка начал осваивать украинские национальные музыкальные инструменты. Учился играть на цимбалах, сапилке, а несколько месяцев назад стал посещать уроки бандуры. Когда Иванка немного подрос, уже пошел в школу. Мы подумали, что надо всесторонне развивать его, и поскольку у нас есть музыкальная школа неподалеку, мы начали ходить на бандуру. Маленький мальчик, умный. Я была удивлена, что он такой маленький, а так сильно хочет заниматься. Потом стало ясно, что у него очень хорошая зрительная память. И вообще память. Он настойчив. Я так смотрю, что родители дома уделяют внимание. Еще очень мало времени прошло, примерно полтора месяца. Но мы за этот период много прошли. Он уже может играть с басами, этюд и несколько песен на память. Просто нет дома инструмента, а это очень важно. На цимбалах мне не очень трудно, но на бандуре трудно, потому что там много струн, и это то, что сверху басы, они тяжелые там в самом конце. Ему все интересно. Я его спрашиваю, он все отвечает. Ну и хорошо читает по листам. Это тоже немаловажно. Потому что есть дети, которые вообще не понимают, где нота до, где нота ми. Общеизвестный факт, что казаки прекрасно владели не только оружием, но и своим голосом. Любили петь и умели играть на нескольких музыкальных инструментах. Музыка и песни помогали казакам поднять боевой дух, объединиться и даже укрепить здоровье. Ведь пение помогает раскрыть легкие, улучшить кровообращение и справиться со стрессом. Иванка и в этом отношении следует примеру казаков. Они замечательные и очень сильные, очень талантливые. Среди легенд о казачестве существует история о казаках-характерниках, которые обладали сверхъестественными способностями. Эти казаки могли превращаться в животных, управлять погодой, останавливать поли, читать мысли других людей. Миф это или реальность, мы уже точно проверить не можем. Но то, что казаки были невероятно сильны и изобретательны, исторический факт. В боевом гопаке есть несколько направлений, и в каждом из них нужно проявить все свои таланты и умения, и даже суперспособности. Невероятную силу, ловкость, виртуозность исполнения, скорость. Точно так же, как когда-то себя проявляли казаки в боях и походах. Там есть забава, борня, однотан, и для взрослых уже герц. Однотан – это когда там пишут удары, и надо их запомнить и показать. А забава – это когда просто, без ничего, без перчаток, без шлемов, просто бьются, не притрагиваясь друг к другу, но близко. Борня – это уже в шлемах и в перчатках, бьют в голову, в живот, в грудь, в ноги. А герц – это в перчатках, но без шлема, бьются до крови. Он уже принимал участие и в борне. Борня – это контактный вид спорта, где они больно друг другу делают. Вообще, этот вид спорта разрешен с 12 лет, но по желанию родителей можно и раньше, и мы позволили. Он уже пробовал, несколько раз в борне участвовал, были у него синяки. Но он согласился, он сделал это, и мы счастливы. Тогда я был в шлеме, когда в борню играл. А когда забава была, меня били прям. Прям случайно били, а может и специально, ну и тогда у меня были синяки. Пройдя весь этот серьезный путь развития и завоевав титул чемпиона Украины, Иванка заслужил право носить настоящий казацкий чуб. Чуб нужно обязательно заслужить, это не просто так. Потому что если взглянуть на наше прошлое, то еще князю Святославу Храброму, который жил тысячу сто лет назад, кстати, где-то в наших краях, казаки в те времена позволили выстричь волосы. Потому что он был великим полководцем, завоевал много земель. Также те, кто был из знатного рода. Например, Байда Вишневецкий, который сейчас навал, тоже носил чуб. Но поскольку мы уже прошли боевое крещение на чемпионате Украины, то есть побывали в бою, первые синяки были, первые травмы, первая боль. Это все мы пережили, испытали. Поэтому можно уже и отрасти чуб себе. Ну и, конечно же, настоящий казак должен иметь и соответствующий внешний вид. Казаки любили простую и удобную одежду. В то же время у них был свой стиль и традиции. Форма у них – это шаровары, обычно черного цвета. Потому что такие ярко-красные, на самом деле, казаки не носили такие. Вот как сейчас особенно шьют из атласа. Такие они яркие. То есть такого раньше не было. И мы стараемся все же следовать настоящему стилю, не шароварщину, придуманную, принимать. Поэтому они в черных шароварах. Мы шили их по выкрикам настоящим, казацким. Нашли мастеров, которые умеют это делать. И сшили несколько пар. Пояс носят красный или черный. С вышивкой, может быть. И у них не вышиванки, а футболки. Удобные футболки с логотипом их школы. Боевым ГПК увлекаются не только на его родине, но и за пределами Украины. Занятия проводят в США, Литве, Канаде, Германии, Польше, Франции. Увлеченные историей украинского казачества поклонники боевого ГПК устраивают соревнования и тематические фестивали. В Украине турниры и чемпионаты по боевому ГПК проходят в особой атмосфере. Участники встречаются не только для того, чтобы посоревноваться в ловкости и силе, но и обменяться опытом, встретиться с единомышленниками. Самое мощное – это чемпионат Украины, когда съезжаются из всей Украины просто, я не знаю, там тысячи людей, два дни… Самое мощное – это чемпионат Украины, когда съезжаются со всей страны тысячи людей. Два дня непрерывно в этом режиме ты живешь, ты ждешь, когда будет твой бой. С одной стороны, это утомляет, но с другой мотивирует, потому что ты видишь, насколько это популярно, сколько людей этим занимается. Что привлекается и родители, и даже бабушки, и дедушки, тети и дяди – все приходили смотреть, приходили болеть. Потом, когда мы уже закончили, спели вместе песню, это было невероятное ощущение. Когда тысячи людей поют одну и ту же песню, дети поют вместе с родителями, с учителями – это очень захватывающе. Дети спевают разом с родителями, с учителями своими. Это очень интересно. На тренировках детей также обучают владению разными видами оружия. Очень часто юные казаки участвуют в фестивалях и тематических мероприятиях и демонстрируют свои навыки. Выглядит это впечатляюще. Мы показываем, как казаки когда-то умело владели саблями, серпами, цепами, разным казацким оружием. И в конце тренировки, за минут 10-15 до окончания, я спрашиваю детей, кто хочет себя проявить. Почти каждый ребенок любит перед людьми выступать. Я показываю различные движения ребенку, он изучает и демонстрирует уже сам. А если что-то не получается, я корректирую. Мы используем сабли, серпы, копья, ботаги, косу, палки, цепь. Для меня самое сложное – это цепь. Для меня самое сложное – это цепь. Потому что там длинная палка, а потом еще короткая палка, прикреплена железной цепочкой. Залезли мы ланцужком. У него характер есть, он себя в обиду не даст. И младшим покажет пример, и старшим в обиду себя не даст. Вместе с отцом они у нас особенные, очень активные. Дерзкие и талантливые, смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые – они наше будущее. Они – будущее Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова